Тара, так скажем, в которой хранили наши предки продукты, как сухие, так и сырые. Она очень хорошо хранится. Так робят скрынку для продуктов беростянку. У Могилевской области усягу некольки человек працуют с беростой и то створают у основным панно. Галина Степанькова поспробовала робить посуд. А вот теперь мы размочили, и она у нас загнуться должна, не треснуть. Но это не всегда бывает. Бывает, что не поддается. Галина Анатольевна – народный майстр Беларуси по лозоплетению. Многие изъяят воров находятся в замежных коллекциях. Мотоцикл в натуральной величине сплетённый есть. Да. Потом, представляете, посреди дома зала лежит корова сплетённая в натуральную величину. Когда-то наши предки такое делали. Я думаю, я не единственная, кто такое делает. Но другое дело, что, может быть, форма придумана – это узелковое плетение. Навыком работы с беростой майстрыца училась самостоянно и теперь навучая в этой справе вязковых детей. В силу того, что всё-таки это на селе, и у нас немногочисленная школа, вообще образовательная школа. К нам, естественно, оттуда приходят детки. Поэтому не так много детей занимается, но приходят с удовольствием. Приходят всегда, не пропуская. Вырубами из беросты широко корыстались и наши протки. И этот материал не только пластичный. Беросты не пропуская воду и не схильно до огниения. Тому зараз дно набирая популярность.